Жирафы стоят прямо около дороги. Обалденно. Родители защищают своих детенышей. Становится опасно. Всем привет. На связи Борис Соколов. И давайте я сегодня вам расскажу о поездке на сафари в Танзанию. Как раз я взял поездку на сафари. Однодневный тур в парк Кселус. Сразу скажу, бывают однодневные туры. Бывают двух-трехдневные туры. Самые крутые места. Гор Ронгова, Сиренити, на горы Кельманджаро. В том числе недалеко. Я взял однодневный тур. Все зависит от бюджета. У меня вышла поездка 520 долларов. На человек сразу скажу. Можно найти чуть меньше, чуть больше. Например, в парке Микую, по-моему, от 300. С чем-то долларов можно найти двух-трехдневные экскурсии. На сафари бывают от 1000 до 1500 долларов. Все зависит от вашего бюджета. Вот мы приехали в такой. Итак, начинается наше путешествие. Поездка на сафари. Насел в Сеуспарк. 530 был выезд из отеля Занзибара. Дальше мы уже продолжим наше видео из Танзании. Так как полетим на материк. Вот на таком самолете мы сейчас полетим. Наш кукурузник. Здесь получится долететь туда и обратно. На самолете мы прилетели прямо в лес. Буквально, когда прилетали, увидели и жирафа, и косуль прямо рядом с самолетом. И бородавочник. Надеюсь, сейчас их тоже увидим. Не успел снять. Ну, обалденно, конечно, удобно. Прилетаешь прямо от самолета до джипов. 20 метров. Так же прилетели мы. Сразу же во время поездки встретили жирафы. Водички отдыхают бегемоты. Вон, сбоку. А, точно. Ну, я не успела заснуть. Похлупала, я с них не успела. Все, я не сваливаю. Ну, ее сами. Ну, что здесь написано? Ну, сметь, по-моему. Ну, по-моему, еще. Ну, по-моему, еще. Я не успела. Здесь лучше не выходить. Это койоты. Иногда животные будут стоять прямо около дороги. Вы сможете сделать хорошие фотографии. У женщин короткие рога, а у мужчин жираф рога должны быть длинные. Здесь вот одни, фемейл, женщины. Крокодилы появляются незаметно. Прямо вот не успел снять, как он выбежал из машины. Кокса, бузан, буй. Давай. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло только 2 часа в по-реестке, но мы уже видели бегемотов, жирафов, лани, бородавочника, обезьян, каких-то птиц, крокодилов. Я пока в полном восторге. Сзади меня плавают бегемоты. Обязательно рекомендую вам съездить. Хотя бы на однодневный тур, на однодневную экскурсию. Однозначно его стоит. Я не был на других сафари, но если вы никогда и не были, первый раз однозначно получите массу удовольствия и впечатлений. Вон там жираф стоит. Антелопа гну. Антелопа гну. Антелопа гну. Дорога будет проходить вот по таким местам. Идет обсуждение, застрянем мы там или нет. И все-таки поедем смотреть Львов. Все наши гиды-проводники пропали, так что если что с ним случится, придется, наверное, меня везти этот джип. Молодец. Он вернулся, спрашивает, вы гоу, и мы едем вперед. Вау, мы проехали. Это было что-то. И так, попытка номер два преодолеть очередное препятствие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вау. Я весь в грязи, но зато мы проехали. Вот вы, если видите, летит грязь, кайф. Sorry. Что поражает, у жирафа такой прозинительный, удивительный взгляд, понимающий. Посмотрели не на нас и решили пойти дальше. Ай, ну мне повезло, грязь летела, но меня почти не задело. Не знаю, что сзади, наверное, сзади побольше. Адань целом, думаю. Офигеть. Если честно, зашкаливает. Пока никого нету, давайте вам коротко расскажу, что из себя представляет экскурсию. То есть 5.30 забирают из отеля. Полтора часа надо ехать в аэропорт. Потом на кукурузнике. Контроль быстро проходит за 10-15 минут. Но это наш кукурузник на частном небольшом самолете, 13 мест. У нас даже один пассажир на месте водителя летел, чтобы вместиться на месте второго водителя. Причем перед ним был штурвал управления, но он не водил. Вел самолет только один водитель. Вы летите и прилетаете в парк, где живут животные прямо в центре этого парка. То есть приземляетесь на грунтовую дорогу, пока мы ехали по взлётной полосе. Я видел косулю, бородавочник и жираф. Если честно, эмоции, первые впечатления вообще были на грани фантастики. Вот ты приземлился в самые дикие джунгли, в самый центр. Эпицентр, когда ты приземлился, у тебя за окном жираф. Вот я еду, кстати, к косулю бегаю. Экскурсия. Где-то в 12 часов дня обед. Хороший такой тоже на фоне природы, саванны. И дальше идёт путешествие, да, продолжается. Вау, впереди целое семейство слонов. Обалдеть. Офигеть. Офигеть. Кстати, надевайте что-нибудь, что закрывает руки, ноги, иначе можете сгореть, так как сафари проходит в самый день. А вот этим ребятам не повезло. Мы здесь застряли. И вот так мы будем вытаскивать. Сейчас и мы тут тоже застряли. Получается настоящий сафари приключений. Интересно, а что будет, если мы тут останемся на ночь? Очень жарко. Вот как я, не одевайтесь. Одевайте так, чтобы у вас были закрыты руки, ноги так, как жарко. А что, где солнце? Шоу продолжается. Все снимают, как мы выезжаем из грязи. Бородавочник Пумба ожидает нас прямо около самолета. Если вы смотрели мультик Тимона и Пумба, вот тут как раз Пумба-бородавочник. Нас привезли к самолету в 4 часа, но уже в 3 закончили смотреть животных. И уже просто по дороге быстро-быстро ехали. Обалденные эмоции, впечатления. Я не, в принципе, всех увидел, кроме льва, жирафа, бородавочника, слонов, антилопу гну, зебру, птиц красивых. Чтобы увидеть хищников, носорогов, львов, целую кучу. Это надо все-таки, во-первых, ехать, когда, например, сезон дождей закончился, чтобы они у водопоя ждали своих жертв. И дальше уже в такие парки на 2-3 дня. Но я прямо в полном восторге. Жирафов, зебру, антилоп насмотрелся, бегемотов. Блин, рекомендую, обязательно съездите. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт visitasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Все, вот как раз к самому концу и селфи-палка у меня села. Телефон уже садится. Все, пока-пока. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи в следующих видео. Такое классное сафари в Танзании. В самолете. Теперь нам предстоит полет 50 минут снова на Занзибар. Из парка к селу. С вами был Борис Соколов, сайт visitasam.ru. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok